Еще неделю назад на этом месте росли многометровые голубые ели. Небольшой зеленый уголок в центре города полюбился многим ульяновцам. Но земля находилась в частной собственности, а владелец решил с деревьями не церемониться и спилил их. Не уведомив городские власти о спиле. При этом управление архитектуры города в стройке на этом месте отказало. Ну почему надо все из хорошего делать плохой? Я предлагаю, и ветераны мои, пацаны, участники боевых действий, афганцы, особо взрослые поколения, они говорят, надо закладывать сюда сквер. Вот мы и взялись за это дело. Вот активисты и решили. На свои средства закупили деревья, сами взялись за лопаты. На место вырубленных деревьев посадили шесть голубых елей. Помогли сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению. Тем временем в прокуратуре продолжается проверка. Глава города подписал постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. В течение двух-трех месяцев участок должен перейти в собственность города. На балансе муниципалитета находится автомобильная дорога. Вот она здесь представлена. В реестре муниципальной собственности земельный участок под дорогой обозначен площадью 1000 квадратных метров. То есть однозначно территория вот этого частного земельного участка, она налегает на автомобильную дорогу. Соответственно, у нас поэтому как раз и возникли основные сомнения в справедливости в делении данного земельного участка. Соответствующие проверки совместно с прокуратурой мы сегодня проводим. Как отметил Дмитрий Вавилин, с собственником он не знаком. Да и на контакт с властями он не выходит. Впрочем, от него уже ничего не зависит. Анна Тищенко, Юлия Шугунова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.